Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главном. И снова газ. Сегодня утром в Семертау взрыв газа полностью уничтожил двухэтажное здание, где размещался магазин. Погиб один человек, еще один госпитализирован в больницу. 35 лет прошло с того дня, как последний советский солдат покинул Афганистан. Но память о подвиге воинов-интернационалистов навсегда останется в сердцах поколений. И в начале о происшествии. Сегодня утром взрыв газа в Семертау полностью уничтожил двухэтажное здание. Погиб один человек. Еще один госпитализирован в больницу. Взрыв прогремел в 8 часов 6 минут. Он уничтожил магазин на улице Ватутино. Двухэтажное здание сложилось практически до фундамента. Незамедлительно к месту происшествия прибыли пожарные спасатели и полицейские. Уже в 8.44 из-под завала была извлечена женщина. Как позже выяснилось, это была посетительница магазина. Она госпитализирована в больницу. В 9.49 под завалами спасатели обнаружили женщину без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Это была продавец магазина. В полдень обнаружен и извлечен из-под завалов неповрежденный газовый баллон емкостью 50 литров. Полицейские завели уголовное дело. По факту взрыва газа, произошедшего в городе Семертау, возбуждено уголовное дело по статье 292 части 2 Уголовного фотоса Республики Казахстан. Непорительной причиной происшествия послужила утечка газовоздушной смеси. На уровне первого этажа в помещении гаражного бокса обнаружены автомашины, в том числе в одной из которых предположительно было газовое оборудование. В результате опроса пострадавшей установлено, что она зашла в магазин, купила зажигалку и с целью ее проверки зажгла. В это время в течение 2-3 секунд раздался взрыв и произошло обрушение конструкций. В этой связи рассматривается версия взрыва газовоздушной смеси. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. К другим новостям. Сегодня, 15 февраля, исполняется 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В Карагандинском парке Победы состоялся традиционный памятный митинг, посвященный этому событию. Главная цель этого дня – увековечить память тех, кто погиб, выполняя свой интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан. Историки и политологи сегодня по-разному оценивают события 35-летней давности. Однако в тот момент родина отдала приказ, который с честью выполнили ее солдаты. Среди них Айтпан Жуматаев. В апреле 81-го был призван в ряды советской армии. Сначала служил в учебке в Самарканде, затем был в Афганистан. Для нас это памятная дата, никак не праздничная. Но все же нам живым, которые пришли, то, что они живые, это для них праздник, для их родителей праздник. Поздравляю с этим памятно праздничным днем. Всех, дай Бог, им всем здоровья, счастья, успехов, чтобы дети радовали их и сами не насыщались радостью своих детей и внуков. Горнила Афганской войны прошли около двух тысяч каргандинцев. 86 из них погибли в боях. За мужество и героизм многие из них награждены орденами и медалями. Сегодня воины-интернационалисты активно участвуют в воспитании молодого поколения. Наиболее часто они встречаются с военнослужащими срочной службы. Наши ветераны, получается, подали нам урок жизни, урок мужества, что они проявили себя, проявили себя с хорошей стороны, не допустили проникновения в наше государство, оружия, других войск, нападения на наше государство, защитили нас. Поздравляю всех с праздником 35-летия вывода советских военных с афганской территории. Было трудное время тогда. Все мы понимаем, хотелось бы, чтобы молодое поколение училось на том времени. Будем стараться к этому. Сегодня в Карагандинской области проживает 1177 ветеранов афганской войны и 22 семьи погибших воинов. Отмечается, что к этому дню всем им оказана единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч тенге. Также ветераны афганской войны смогут получить санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям. Продолжаем выпуск. Премьер-министр Казахстана Олжас Бехтенов совершил рабочую поездку в Карагандинскую область. Глава правительства посетил ряд ключевых производственных предприятий и ознакомился с актуальными проблемами и вопросами промышленного сектора. В ходе посещения специальной экономической зоны Сара-Арка Олжас Бехтенов познакомился с деятельностью патронного завода «Стилманифакчуринг». В текущем году здесь планируется завершить пусконаладку винтовочной линии, а также ожидается запуск серийного производства патронов различных калибров. Патронный завод является уникальным предприятием. Премьер-министр подчеркнул, что он должен работать на полную мощность, поэтому нужно организовать его загрузку за счет плановых заказов силовых ведомств. Решение о создании производства отечественного патрона было принято в 2014 году. В 2020 году была запущена официальная линия по выпуску стилетных патронов. В Казахстане подобных заводов нет. Также необходимо отметить уникальность функционирующей здесь лаборатории. В Казахстане имеются баллистические тиры. На сегодня, согласно проекту, на заводе работают две линии. Это производство пистолетных патронов калибра 9,18 и 9,15. А также вторая линия – это летовочные патроны калибра 7,62 и 5,45. На сегодня производственная мощность по проекту составляет 30 миллионов патронов в год. Линии полностью автоматизированы и работают непосредственно с латунной лентой. Далее Олжас Бектенов посетил предприятие по выпуску автомобильных шин «Каматайрский ЭЗ». Начать серийное производство здесь планируют весной. В проект вложено более 214 миллиардов тенге инвестиций. Проектная мощность – 3,5 миллиона легковых, легкогрузовых и грузовых шин в год. В настоящее время здесь осуществляется монтаж оборудования и пусконаладочные работы. Для этого обучены и готовы к работе более 500 сотрудников. А после выхода на полную мощность здесь дополнительно создано свыше тысячи рабочих мест. Здесь на базе гуманитарно-технического колледжа мы открыли совместно с Экиматом Карагандинской области кафедру шинного производства. У нас более 30 специальностей. Люди получают полностью все специально на кафедре шинного производства. И на сегодняшний день приступают уже к самостоятельной работе непосредственно здесь на оборудовании шинного завода. В рамках посещения индустриальной зоны Сарань глава правительства ознакомился с деятельностью завода по производству автобусов «Казтехно», который был запущен в 2021 году. На сегодняшний день на предприятии функционируют цеха мелкоузловой сборки, сварки и окраски. В 2023 году здесь было произведено порядка 1700 автобусов. Продукция направляется на внутренний рынок Казахстана, а также в страны ЕАЭС. Я после окончания технического колледжа пришел сюда на работу, так как я увидел здесь большой потенциал в этой компании. И здесь очень хорошие условия труда. Бесплатная развозка, бесплатное питание, комплексные обеды. И мне кажется, не каждая компания может позволить себе такие условия труда. То есть я являюсь бригадиром третьего поста. На нашем посту собирается интерьер. Аким региона Ермагомед Буликпаев проинформировал главу правительства, что в области сформирован пол из 61 инвестиционного проекта на полтора триллиона тенге, с созданием свыше 14 тысяч рабочих мест. Большинство из них в горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли и строительной сфере. В нынешнем году планируется реализовать 10 инвестпроектов на 252 миллиарда тенге. В частности, должны открыться новые производства по выпуску катодной меди, кремниевых сплавов, ветроэнергетических башен, оцинкованных металлоизделий. В Саране будет запущено производство грузовых автомобилей. С 1 января люди, работающие во вредных условиях труда, начали получать специальную соцвыплату. Обязательное условие такого пособия – достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее 7 лет. В Карагандинской области на спецвыплату могут рассчитывать свыше 5,5 тысяч человек. С 1 января нынешнего года введена специальная социальная выплата казахстанцам, работающим во вредных условиях труда. Это, конечно, недосрочный выход на пенсию, о котором требовали карагандинские шахтеры, но тоже неплохая альтернатива. Поддержка людям, которые трудятся во вредных условиях – это поручение президента, данное им в прошлогоднем послании. Выплата поступает за счет четырех источников. Главное требование – человек, работающий во вредных условиях, должен либо уволиться, либо перейти на более легкую работу. Данная выплата будет назначаться при условии достижения возраста 55 лет и старше, наличие факта уплаты работодателям, обязательных пенсионных профессиональных взносов 7 и более лет, прекращение трудовой деятельности на работах, связанных с вредными производственными условиями или переход на другую работу, либо на работу, исключающую воздействие вредных факторов. По официальным данным, в Карагандинской области на специальную соцвыплату могут претендовать 5 629 жителей. Заявления от работника не требуются. Выплата назначается проактивно посредством СМС и поступает единым платежом на счет в банке. Для работающих во вредных условиях предусматрена выплата из 4 источников. Это первое из республиканского бюджета, специальное профессиональное государственное пособие в размере двукратной величины прожиточного минимума в пределах 86 814 тенге, из единого пенсионного накопительного фонда ЕМПФ, пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов и обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений индивидуально исходят из накопленной суммы. Третий источник – компания по страхованию жизни и четвертый – за счет средств работодателя. Тем, кто уже не работает во вредных условиях, их выплата предполагается из двух источников бюджета и пенсионного фонда. Средний размер выплаты составит чуть больше 200 тысяч тенге. Особо отмечается, что спецсоцвыплата не назначается пожизненно, она будет выплачиваться до достижения пенсионного возраста. Родители карагандинского школьника-лжетеррориста привлекли к административной ответственности. Напомним, что 25 января началась анонимная рассылка об угрозах нападения на школы. Сообщения поступили в шести городах Казахстана, в том числе и в Караганде. Полицейские заявили, что к угрозам причастны лица из стран СНГ. К рассылкам об угрозах нападения на казахстанские школы причастны лица из ближнего зарубежья. Такое заявление сегодня сделали в Министерстве внутренних дел. По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма проводятся досудебные расследования. В настоящее время по направленным угрозам в городах Алматы, Актобе, Атрау и Павлодар установлена причастность лиц из стран СНГ. Проводятся соответствующие мероприятия с зарубежными коллегами по изобличению их преступной деятельности. Однако в интересах следствия мы пока не можем это подробно комментировать. Кроме того, установлены учащиеся седьмого класса школы номер 15 Караганды и четвертого класса Кустанайской школы гимназии номер 3. Они создали чат в Телеграм, где также угрожали нападениям. Учитывая, что они не достигли возраста уголовной ответственности, их родители привлечены к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. Кроме того, по решению суда родителями будет возмещен ущерб, причиненный государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов образования. Размер ущерба может достигать двух миллионов тенге. Всего за прошлый год полиция завела 215 уголовных дел за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Установлено 43 человека, из которых 19 несовершеннолетних. Осуждено 7 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. В полиции заявляют, что по каждому такому факту проводится всестороннее расследование и установление преступников является вопросом времени. Спортивные команды Караганды и Абайского района вновь стали победителями традиционных зимних спартакиад. Подведены итоги ежегодных турниров Аккас среди городов и Карлыхас среди сельских районов. В этом году спартакиады проходили в течение двух дней в Темиртау. Около 500 жителей региона разных профессий, занятий и возрастов состязались в четырех видах спорта. Это президентское многоборье, лыжные гонки, скоростной бег на коньках, хоккей с шайбой. Спартакиада Карлыхас среди районов проходит в 34-й раз, среди городов Аккас в 21-й. В них принимают участие самые активные жители Карагандинского региона от 18 лет и старше. У нас в городах и районах прошли три этапа. Ну, это завершающий третий этап. Сначала были внутри сел соревнования, потом отбор среди районов и вот как типа областные соревнования. Ну, в каждом году уровень спортсменов именно районных команд растет. И это радует, потому что очень много чемпионов. В этом году девочка с Алтовайского района побила рекорд по эстафете лыжной. Борона пробежала очень даже замечательно. Первое место среди сборных городов заняла Караганда, а на втором – Тимиртау, третье – Ушахтинска. Лидеры среди районов – Абайский, Асакаровский и Нуринский. Участвовали во всех четырех видах спорта, которые были заявлены на данной спартакеаде. Это коньки, лыжные, гонки, президентское многоборье и хоккей. На протяжении многих лет за всю историю спартакеады Ахтас среди городов области Караганда является бессменным лидером, что, конечно же, не может не радовать. Это, наверное, вполне закономерно, потому что это, в первую очередь, областной центр, кузница спортсменов довольно-таки серьезного класса. Ну и сегодня, на радость городу, в очередной раз наши команды принесли нам долгожданную победу. Из четырех видов Караганда завоевала три первых места. К сожалению, хоккеисты немножечко не дотянули, но в любом случае мы в очередной раз победители. В областном управлении спорт отмечают, что за последние годы в Карагандинском регионе улучшается спортивная инфраструктура, а это напрямую связывается на спортивных результатах и на количестве жителей, желающих заниматься любительским спортом. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова